Привет, это Барн Фондерс, и сегодня мы поиграем с тобой в американскую мечту. Не спрашивай про что это игруха, потому что я не знаю, я просто скачал ее, и сейчас мы с тобой узнаем. Ты уверен? Конечно уверен. Погнали! Дуалити Геймс Презент О, это я, на крутом пикапчике. Это мой сарайчик. Моя американская мечта. Я выгляжу как алкаш, потный, бомжара. Все это в сумме я. Моя берлога, мое проперженное кресло-качалка. О, да, это то, о чем я мечтал. И сегодня ко мне приехал бразер, посмотреть на то, как я поднялся. Как я дерусь с аллигаторами, как я топчу снег. Тусую с Леди Дрэгон, с Себастьяном, с теткой в кожанке. А эти чуваки, видимо, хотят, чтобы моя мечта провалилась. Это Бобби и Агент Агент. И все эти чуваки будут делать экшен. Да, да, именно такая американская мечта. В умопомрачительном блокбастере «Как завести детей с Люси». А, подожди минуточки, текст перепутал. Моя американская мечта. Или «Как навариться на барахле в сарае». Где-то в Америке. 1991 год. Очень схожа с настоящей Америкой, но не совсем. Дядя Билли. Молодежь. Простите, пой. Наш генератор сдох. Торчняк ум из пикапа. Ща, ща починю. А, это дядя Билли. Ща как поработаем. Вот пусть близкий уже, дружок. То есть, я приехал к своему дяде Билли. Понятно. Я маленький пацаненок, который хочет заработать баблишек. И осуществить свою американскую мечту. Ну, знаешь, там, яхти, тачки дорогие. И крутой навороченный дом. Ммм, постеры какие. В общем, что нам нужно? Нести стул. Нет, стул я нести не буду. Выходим из дома. Надо найти пикап. Заберите аккумулятор из багажника. Положите в генератор. Используйте свой компьютер, чтобы искать работу и путешествовать по всей Америке. Почему Америки вот так вот написано? Ну, ладно, неважно. Не заморачиваемся. Это комедийная игра. Это пародия на Америку. А где пикап, собственно? Пикапчик. А, наверное, в пикапе-то ехал. Это в моем пикапе. Я понял. Я на своем пикапе пригнал сюда. Только единственное, я не понял, где он стоит. Вот гараж. Пикапа нет. Он на заднем дворе, может быть? Курицы, пошли вон. Задний двор. Что это такое? Что это такое? Чтобы собрать. Узор на полу. Давай соберем. Улучшение пола теперь в коллекции. Ух ты, я еще буду свою развалюху тут чинить. Точнее, где дебилино. О, генератор. Вот он, генератор. Но мне нужен о ком из пикапа. А это что такое? Storage. Push to storage item. Тут я, короче, буду шмате покупать по всей деменности. Вот он, мой пикап. Спрятался. Открываем его. Открываем его. Или не открываем. Короче, залезть надо сюда. Чтобы открыть багажник, нажмите кнопку. Я открываю, забираю отсюда аккумулятор. И тащу его в генератор. Пока все, все легко и логично. Вставляем. Новое письмо. Почему-то мне его принесла курица. Короче, пошли домой. А, что это, магазинчик? Я буду дяде Билли помогать магазинчик обустраивать. Это не моя комната, мне нужно вернуться в мою комнату, открыть почту на компьютере и посмотреть, что же там. Послушай, как я бегаю. Как какой-то сосунок. Серьезно. Слушай, откуда я вышел? Я потерялся. Где мой дом? А, вот, смотри. Вот это наш Born Finders. А вот это моя халупа. Небольшая такая. По всей видимости, мы тут с дядей Билли спим. На одной кровати. В общем, компьютер у нас в чемодане, может быть, не? Как думаешь? Нет, тут навряд ли. Ноутбук, ноутбук. Короче, не ноутбук, нам нужен был. Нам нужен был компьютер. Какой у меня ноутбук? У меня денег даже нет. Купить тебе или снять какой-нибудь нормальный домик. Итак, значит, вот это грязный, потный компьютер, обляпанный не знаю чем. Мне даже стремно его использовать. Непрочитанный Мик Корн Лыр. Я не буду читать имена. Просто Мик. Привет всем охотникам за старьем. Можете подсобить старому другу. Я слышал, что в старом добром красном амбаре до сих пор валяется Оленишка Шалнишка. Не поищите его для меня. Заплачу, если найдете. Благодарствую, Мик. Что ж, давай примем заказ. Выходим с компа. И теперь нужно отправиться в старый амбар. Вот это что такое? Ух ты ж нифига себе. Улучшательная пушка. Построй и настрой свой дом. Освещает темные области. Это фонарик. На башку топорик. Лопата. Отмычка. Господи, сколько тут всякого интересного. Так, красный амбар. Ну, на нашей площадочке, конечно же, красного амбара нет. Видимо, нужно ехать за ним. Как насчет сесть в тачку и погнать? Я же могу это сделать? Нет, не могу. А может быть, нам через компьютер это сделать? Я там видел амбарный центр. Заходим, короче, в почту. Письмо. Амбарный центр. О, точно. Красный амбар. Погнали. Путешествие. 50 баксов стоит наше путешествие. А у меня 0 баксов. Блин. Слушай, ну раз у нас такие дела, знаешь, что можно сделать? Дядь Билли, дай бабла. Дай бабла, мне нужно съездить. Где этот Билли? Алкаш долбанный. Билли. Билли. Ух ты, колесо от мопеда. Колесо заднее от Ямахи. Коллекционное. Пойдем-ка мы утащим это, знаешь, куда? Вот сюда. Я думаю, что тут ему самое место. Вот на полочку положим. Большая полка. Полка для больших предметов. Ну ладно. Билли. Пойдем-ка зайдем, знаешь, куда? В домик. Может, он там дрыхнет? А что так музло громко играет? Нет, тут нету Билли. Твоюши налево. Куда он смотался-то? Билли, ты что, в туалете, что ли? Нет, в туалете его нету. Ну тогда я схожу. О, с облегчением. Может быть, я могу покидать в баскетбольное кольцо и выиграть бабло? Как думаешь? Давай врубаем. И почти-почти есть попадание. Еще разочек. И не, не попало. А что есть? О, Билли, здорово. Мне нужно бабло. А, полы новый, как? Попробую. Нет, еще, дебилли. Бабло нужно, бабло. Мы можем сменить тут какой-нибудь плакат? Не хочу ничего менять. Походу, дядь Билли не в адеквате. Как насчет вот этой кнопочки? Что она делает? Она ничего не делает. Как бы мне отсюда убраться? Ну я даже не знаю, что делать, кроме как ковыряться в мусорке, если дядь Билли нам не дает. Ух ты. Узор на стене. Давай заберем. Улучшение стен теперь в коллекции. Круто. Надо закрыть это. Вот я тут на столе нашел какую-то бочку с краской, что ли. Это написано, что ценный мусор. Три бакса я за него получил. Нифига себе. Так. А если я выкидывать мусор буду? Откроем сейчас с тобой мусорку. И буду весь мусор выкидывать. Не, так тоже не проканает. Короче, я въехал. Я въехал. Нам нужно шариться по территории дядюшки Билли. И собирать ценный мусор. Практичный объект. Добавлена одна канистра газа. О! А может быть мы на этом газу сможем уехать? Как ты думаешь? Вон, гляди-ка. Тачку мы закидали этот мусором. Что у нас тут есть? Ценный мусор. Нифига себе. Ценный. Прямо-таки. Ценный мусор. Три мешка ценного мусора. А это обычный мусор. Давай-ка мы его вот так вот к стеночке прижмем. Вот так вот. Чтобы он не мешал мне выехать. Пойдем попробуем выехать. У нас все-таки одна канистра топлива есть. Может быть мы осилим? Так. Почта. Амбарный центр. Есть! Канистра есть и значит мы можем путешествовать. Погнали! Ну а пока мы смотрим непонятную заставку, не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться если ты еще не подписан. Вот он красный амбар. Именно здесь мы будем искать рога с оленем. Точнее голову оленя с рогами. Красный амбар. Гнездышко Дуэйна. Ну че пойдем? Обучение. Ваша работа как охотника за старьем заключается в поиске требуемых предметов. Обращайте внимание на другие ценные предметы, их можно продать в своей лавке. Ищите дополнительные предметы и секреты, на которых их полно. Все понятно. Мы короче... Дядь Бель, че ты хочешь? Ну и ну знаменитый красный амбар. Нужно пошататься и смотреть здесь все. Да ща пошатаемся. Я ж зайду туда, да? Все открыто? Что ништяк? Короче, мы барахольщики. Мы охотимся за старьем. Я уехал. Дядь Билли меня сюда позвал, чтобы он сидел там отдыхал, а я тут ковырялся. Старый пердон. Пердон. Мусор выкидываем. О, канистрочка. Отлично. Можно будет еще куда-нибудь сгонять. Старый чайник. Коллекционный предмет. Сколько же он будет стоить? Так, а я могу его погрузить в тачку? Сейчас попробуем. Попробуем, попробуем загрузить. О, могу прикинь. Прикольно. Здорово. Что еще? Тут есть стульчики. Что? Обычный мусор. Могу покрутить его. Сейчас я его поставлю как-нибудь верхом на другом стуле. О, получилось. Тут можно что-то открыть. Что это? Ценный мусор. Ценный мусор. Тут ничего больше нету. С другой стороны у нас какая-то книжечка. Это ценный мусор. Там тоже ценный мусор. Коллекционный предмет. Кресло, которое я могу продать за 30 баксов. Нифига себе. Закидываем в тачку. Что-то не закинулось. Кладу нормально. О. Есть тут что еще? Мусор. Мусор. Тоже мусор. Больше ничего интересного. А может быть там под низом что скрывается? О, смотри. Нифига себе. Хорошо, что я коробку поднял. Какие-то картиночки там ценные были. Надо еще на пол хорошенько смотреть. Тут что у нас? Ценный мусор. Бутылка алюминиевая. Какие-то диски. Бутылка. Книжки какие-то ценные. Все нафиг вытаскиваем. Вот еще баночка. Оп. Убираем, значит. О, смотри. Тут книжечки. Веревка. Здорово. Я уже 58 баксов заработал на этом всем. Это мусор. Открываем здесь. Что-нибудь здесь. Какая-то статуэтка. Мистер Густав. С пищуном каким-то, да? Лягушка, которая катается на моноколесе. Угу. Пойдем ее отнесем. Кидаем. Нифига себе, она целую коробку занимает. Ты посмотри, какая коробка тут еще. Здоровенная. Ну, мистер Густаво. Что, еще что-нибудь тут найдем? Баночка. Тут что? Ключик. Интересно. И что же он открывает? Тут ничего нету. Мусор. Матрас можно забрать. Ну, вроде как, все. Пойдем, короче, посмотрим, что открывает этот ключик. Вот, дверца. Наверное, вот эту дверцу мы можем открыть. Лавочка. Ведро. Блин, ведро неценный мусор. Ветки тоже. Вот. Радужный котик. Пойдем оттащим его. Что у нас тут еще есть интересненького? Как тут пыль. Ух ты. Веревочку убираем, а тут плакат для сбора. Плакат теперь в коллекции. Ну, классно. Я его куда-нибудь повешусь, а потом мусор. Что мусор? Табуреточки. Ух ты. Коллекционный предмет. Это часть мотоцикла Джамаха. То есть, Ямаха. У меня ж колесо от него валялось, походу. Кидываем. А где рога-то олени? Я что-то олени-то не вижу. Олень, ты где? Давай-ка мы вот это все уберем тут. Может, где-нибудь здесь? О, черепки какие, а? Тут черепки, черепки, черепки. А олени нет. А где он может быть? Как думаешь? Может, наверху? Точно. Может, подняться наверх. Погнали. Так-так-так. Олененок. Резиновая женщина. Коллекционный предмет, между прочим. Попробуем докинуть до тачки. Не докинули. Бутылочка. Бутылочка. Матрасик нельзя забрать. Ну и ладно. У меня уже есть где-то матрас. У нас олень. Вот он, наш олень. Допрыгну до него? Допрыгну. Отлично. Нашли то, что искали. Самое ценное. Там еще какая-то бумажка лежит. Ой. Рога уперлись в потолок. Плакат для сбора. Уже берем. Че, вроде бы все. Спрыгиваем отсюда. Тащим все в тачку и валим. Дядя Билли. Теперь можем вернуться в ломбард. Сейчас вернемся. Я только тетку закину в тачку. А то куда ж мы без нее? А можно и дальше продолжить тут рыскать? Не, рыскать мы тут больше не будем. Я так полагаю. Мы же не можем сюда запрыгнуть? На чужую территорию. Не, не можем. Короче, когда я подхожу к этой цистерне, тут музыка играет. Слушай. Как будто тайник где-то тут есть. Как будто тут прям рядом. Давай перепрыгнем. Опа, волчара смотри какой. Плюшевый волк. Точнее не плюшевый, а набитый волк. Мы его продадим обязательно. Тут че у нас? Коллекционочка какая-то. Че за фигня? Че это такое было? Практичный объект. Могу выпить что ли? Я не знаю. Зачем я это выпил? Пьяный ложек вижу, господи. Мышь, скафандрия. Что это было? Нафига я это выпил, а? Так, ладно. Вот тут еще ценный мусор. Эту штуку надо забрать. Тут смотри сколько всякого брахла. Какой же я бомжар. Все тащу к тебе домой. Че, вроде бы все тут, да? На заднем дворике мы поковырялись. И набухались. Непонятной жижей. Короче, музло тут до сих пор играет. Я не понимаю, что там такое. Вон оно что! Короче, зародил вот такую штуку. Из подручных средств. Сейчас попробуем залезть туда. Если не сможем залезть, то я не знаю, каким макаром туда еще взобраться. Кроме как лестничным. Но лесенки у нас нету. Есть! Мы взобрались! Походу забрались. Забираем. Золотая бумажка! Теперь я буду кекать ей. Могу еще на крышу сюда залезть? Да. Ну че, все, валим. Я тут все вроде бы обрыскал. Закидываем волчару и погнали. Эй, волчар! Ну ты че? Он, походу, не влазит. Нет, все влезло. Все ништяк. Ну че, я дебилю? Погнали! За работу! Какую работу? Поехали отсюда! Я за рулем. Все, помчали. Интересный человек. Выставка образцов большой потенциал. Я буду появляться случайным образом. Земные объекты продолжают эксперимент. Могли искатели с сарая быть теми, кто нас спасет. Все, мы здесь, мы дома. Отлично. Обучение. Как управлять ломбардом? Разгрузите грузовик, нажав кнопку на станции хранения. Используйте вторую кнопку действия, чтобы автоматически размещать предметы на полках. Откройте лавку днем, чтобы начать торговать с клиентами. Ага. Хорошо, давай попробуем разгрузиться. Значит, нажимаем кнопку. Попробуйте разложить предметы на полках. Ты видел, дядя Билли туда внутрь зашел как-то? Я тоже так хочу. А, вот как! Значит, вот это я все собрал. Ага, это круто. Мне нужно взять какой-то один пред... О, смотри, а вот и колесо, кстати. И тут начал подсвечиваться пазлик. Типа что, можно как-то собрать, что ли, это или что? Так. Я взял Ямаху. Давай попробуем-ка ее собрать. Сейчас я достану еще колесо. Вот так. Берем колесо. Кладемся сюда. Не. Собрать не получится. Ну ладно, потащили все тогда в этот. На полке. Полке-шмолке. Колесико. Полка для больших предметов. Подожди, давай мы сюда тогда лучше мотоцикл воткнем. Он же огроменный. Вот такая мотоцикл. Короче, я не въезжаю. Можно продавать эти предметы или нет? Написано, что продавать нельзя. Типа это очень ценный мусор. Давай возьмем, короче, телек. За него и 70 баксов можно получить. И поставим на полочку. Он, правда, не сильно большой. Но нормальный. Так вот, поставим. Я понял, я понял. Смотри, как это все делается. Просто берем на стенд, нажимаем. Вот, могу волка поставить сюда. Нет свободных ячейк. Ну, короче, тут будут волчары продаваться. Сколько я за него, интересно, выручу. А, фиг. А, вот, тут написано 75 баксов. Отлично. Сюда поставим, что, стульчик. За него я выручу 30 баксов. Ну и, в принципе, и нормас. Больше полок у меня нет. Их нужно чинить. А чтобы их починить, нужно 265 баксов. Слишком дорого. Слишком дорого. Вот еще полочки есть. Мы попробуем сюда что-нибудь воткнуть. Вот телек. На станции хранения нет предметов, которые можно положить на эту полку. Как это? Что, только один телек, что ли, был? Ну, ладно, пусть телек будет. Ээээ, и что? Короче, надо открываться. Открываться, конечно же, днем. Поэтому пойду я, наверное, посплю. Ладно, погнали, короче, дрыхнуть. Все закроем, потому что магазин закрыт. Что это такое? Открыть, закрыть вашу лавку. О, подожди. Магазин закрыть на ночь. Ладно, дрыхнуть. Все, точно дрыхнуть. Кроваточка моя, поспать. Ух ты, у меня сны даже снятся. Дядя Билли, почему мне дядя Билли со свиньей снится? Вторник, 7 утра. Огонь. Может быть, я похож на дядя Билли? Такой же потный жир. Дядя Билли. Открой лавку, используй, вывезли, иначе покупатели не придут. Окей. Так, нажмите на клиента, чтобы начать продажу. Вы можете продать, отказаться от сделки или сторговаться на лучшую цену. Лучше не жадничать, когда торгуешься, иначе потеряете деньги. Хорошо, я понял. Что, вывеска говорит, что магазин open. Сейчас должны к нам приходить посетители. Магазин открыт. Двери открыты. Жду гостей. Жду гостей. Так, я могу тут что-нибудь купить? Нет, не могу. Я бомжар. Чё в интернетике? В интернете какие-то приложения с комиксами. О, вот комиксы. Мои первые комиксы, которые я нашёл. Тем временем, полицейский участок спит с нас. Вы знаете, что проблема серьёзная. Мы должны остановить это как можно скорее. Убийцы себе много позволяют. С сегодняшнего дня объявляю режим боевой готовности. Собрание закончено. Тревога! Какой-то сумасшедший устроил разнос в тюрьме. Я об этом позабочусь. Тем временем в тюрьме. Ха-ха, ай. Довольно, ай. Вот это да. Следующего комикса нет. Ну чё, прикольно. Я почитал, ничего не понял. Понял, что там какой-то крутой спецназ есть. Чё, где посетитель-то? Посетители. Чё, кто-то пришёл, что? Или это я вышел? А, во, смотри, реально посетитель. Здрасте. Вы хотите купить стул? Чё ты такой, как зомбарь? Есть предложение. 30 баксов за стул. Но, в принципе... Ладно, продать. Зашибись, чувак. Можно было, конечно, с ним поторговаться, но стул и так стоил 30 баксов. Он как бы цены не занижал, поэтому... Тридцаточку мы с тобой подняли, огонь. Есть ещё кто? О, как я только из здания выхожу, сразу гость появляется. Как инопланетянин. Давай с этим попробуем поторговаться. Чё ты хочешь? Телек за 70, наверное, купить ты хочешь? Да, телек за 70. Давай поторгуемся. О, блин. Сторговался на минус 7 баксов. 63. Ну ладно. Продать. Отлично. Да, торговался себе выбыток. Капец. Мастерский подход. О, огнетушитель, смотри. Снять не могу. Да уж. Ну чё, пустители? Я жду вас. Пока поброжу, куриц попинаю. Пам-парам-пам-пам. Дядя Билли, конечно, зачётный пострад намутил. Кому нужно купить барахло, звоните. Плюс 48 07 04 60 72 92. А там тем временем уже пуститель прибежал. Так. Волчару хочешь купить, да? За 75. Поторгуемся давай, детка. Надо попасть грамотно. Да! Минус 7 баксов. Да чё ж такое-то? Как можно так торговаться-то? Давай ещё разок. О! Минус 8. Да не пошла ты, блин, тётка. Всё. Зашибись, чувак. Минус 14 баксов. Это капец. Конечно, зашибись. Чё, магазин можно закрывать? А, магазин уже закрыт? Ваши полки пусты, поэтому всё, катись, да? Сюда могу что-нибудь поставить? Не, на станции хранения нет предмета, поэтому я продал всё, что смог. Магазин можно закрывать. Эй! Пойду в интернете гляну, может, письмецо какое-нибудь пришло. Закази какой-нибудь. Заказы? Не, нифига. Ха, я совсем забыл Микки отправить олени с рогами. Давай запаковать и отправить. Новое письмо. Посмотрим. Унсул Билли. Хей, малыш, только что стартовал новый турнир торгов Мика. Пойдём на склад мост, порвём там всех. Финальный раунд и билеты на Гавайи наши. Если найдёшь там машину Энджин, отправь её кузену Кевину. Ну окей, принять. Амбарный центр. Так, мне ехать нужно вот сюда. У-ху. Нужно при себе иметь 100 баксов. И плюс мне нужно купить топляк. Мне не хватает одного бака. Ну ладно, это будет уже в следующей серии. Если тебе понравилась эта игруха, то с тебя лайк. Подписочка, если ты ещё не подписан. А на этом всё. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok